Я Мельникова Юлия, занимаюсь курсами повышения квалификации в Казахстане, курсами повышения квалификации учителей в Казахстане. Я уже выступала на прошлой конференции в том году и говорила о том, что коучинг в Казахстан пришел еще в 2012 году. И мы достаточно уже многие вещи опробировали и попробовали, и все же пока находимся в таком поиске, а что еще можно использовать для того, чтобы учителей вывести на новый уровень осознанности, чтобы учителя и руководители школ задумывались о том, а что же происходит в школе и как это происходит. И в этом году, в общем-то, посетила такая идея меня лично, я буду делиться сейчас своим собственным опытом о том, почему бы в курсе повышения квалификации не встроить дневник само-коучинга, который будет учителю и руководителю школы в том числе помогать организовывать процесс. Как появилась идея, сейчас я тут слайды. В общем-то, недавно мне попалась в руки книга Елены Фарбы, нарядная книга для настроения или само-коучинг на каждый день. И когда я познакомилась с этой книгой, это, конечно, больше про лайф-коучинг, я подумала, а почему бы, в общем-то, не использовать это для учителей, опять же, для того, чтобы сопутствовать курсам повышения квалификации. Продолжение следует... Продолжение следует... Если говорить про курсы повышения квалификации для руководителей школ, то на опыте Казахстана я могу сказать следующее. Когда мы в 2012 году начали работать, и у нас началось очень большое количество внедрений и преобразований власти образования, то мы большую часть свою посвящали тому, что мы, в общем-то, занимались повышением квалификации учителей. Мы не учли тот момент, что, наверное, когда начинаешь такие преобразования колоссальные, необходимо в первую очередь обращать внимание на то, что нужно начинать с руководителей школ, заместителей, руководителей. Мы же, в свою очередь, начали с учителей, и что мы получили как результат, что многие учителя, когда они возвращались к курсам повышения квалификации, кто-то из них, в общем-то, реализовал новые идеи программы, кто-то не реализовал. Очень часто директора были не в курсе того, что происходит в классе у учителя, было некое отторжение со стороны руководителя, то есть не было какой-то такой поддержки, которой нуждались бы учителя в школе, которые принесли новые идеи. И поэтому чуть позже мы как бы переосмыслили это, и в Казахстане появились 9-месячные курсы для руководителей, в общем-то, школ. Но я, к сожалению, не являюсь тренером, который занимается повышением квалификации вот эти 9-месячные курсы, но я веду курсы обучения руководителей недельные, где мы, в общем-то, посвящаем и как бы погружаем руководителей в то, какие сейчас преобразования идут в мире, в Казахстане в том числе, и как, в общем-то, организовать весь этот процесс в школе. Почему организовать процесс в школе? Потому что сейчас я вам покажу на следующем слайде, что мы сейчас имеем в каждой школе Казахстана. Ну вот, к примеру, на первом рисунке, да, вы видите такую некую схему, то, что сейчас есть в школах. То есть у нас есть директор школы, у нас есть, вот вы видите, желтые такие кружочки, это, в общем-то, учителям, мы их называем учителя первого уровня, или сейчас они уже по-новому называются лидерство учителя в профессиональном сетевом сообществе. В каждой школе примерно присутствует по 2-3 учителя данного уровня, которые организуют свои сетевые сообщества для того, чтобы внедрять новые идеи программ. Если говорить о новых идеях программ, сейчас вернусь назад по слайду, да, я в том году говорила об этом, но те, кто не присутствовали на конференции, в общем-то, могу сейчас еще раз озвучить, то новые идеи включают это управление лидерства в обучении, новые подходы к преподаванию и обучению, это развитие метапознавательных, метакогнитивных навыков, диалогическое обучение, обучение критическому мышлению, одаренных и талантливых, ну, в общем-то, и основной упор сейчас делается на систему внедрения критериального оценивания, и фокус у нас там идет на формативное оценивание, то есть вот в этом и заключаются новые идеи программы. Получается, что в школах также есть учителя, вот вы видите L2, это учителя второго уровня, которые также создают свои небольшие сетевые сообщества и занимаются внедрением данных, в общем-то, модулей, которые были озвучены ранее через организацию тренингов и коучингов. К тому же у нас каждому учителю как первого, так и второго уровня прикреплены учителя третьего уровня, который занимается уже внедрением вот этих семи модулей в классе непосредственно с учениками. И синим, вы видите, кружочки, это то, чем занимают, в общем-то, учителя, которые вообще не были вовлечены в курсы повышения квалификации, то есть это учителя, которые не прошли данные курсы, то есть некая такая вот схема. На сегодняшний день эта схема чуть-чуть была усовершенствована, потому что мы еще сейчас занимаемся такими вещами, что мы готовим школьного тренера, вот здесь вот я сейчас вам показываю, то есть в каждой школе еще есть такой человек, который называется школьный тренер, и он занимается непосредственно также организацией коучинга и тренингов для учителей, которые не прошли курсы повышения квалификации. А также вот здесь вот вы видите, есть еще одна, в общем-то, фигура, это координатор по критериальному оцениванию, то есть это завуч, обычно занимающийся учебно-методической работой в школе, который занимается внедрением критериального оценивания в каждой школе. И такой человек у нас на сегодняшний день есть в каждой школе. Так вот, если возвращаться к курсам повышения квалификации для директоров и заместителей, то сейчас у каждого директора есть вот такое вот огромное количество людей, которые, в общем-то, тут в школе. Кто-то из них очень активно занимается внедрением новых идей, кто-то из них вообще не вовлечен. И поэтому на курсах повышения квалификации мы говорим о том, а как же директору, руководителю школы, да, организовать курсы повышения квалификации внутри школы с помощью людей, которых уже подготовил наш центр. В связи с этим как раз-таки и была вот эта вот идея, это дневник сама коучинга. Сама концепция дневника, она представляет собой следующее. Она разделена как бы на две такие большие части. В одной части обозначается и это встраивается в курсы повышения квалификации, где прописаны цели обучения, где указывается уровень мыслительных навыков, которые будут задействованы при, в общем-то, прохождении того или иного материала. Это критерии оценивания, по которым, в общем-то, каждый руководитель школы или заместитель руководителя школы может оценить себя, как он двигается, да, и дискрипторы, которые также более мельче расписаны, чем критерии, помогают понять, а что я уже знаю, а что я уже умею, и что я еще могу сделать для своей школы. И в сам дневник на основании самих курсов, да, самой программы встраиваются коучинговые инструменты, такие как шкала, колесо. Также в последнее время очень активно стало использовать ментальные карты и продвигающие вопросы. Сейчас вот я вам приведу пример, как выглядит, да, примерно вот такой вот дневник самокоучинга. Ну, к примеру, тема дня. Организация поддержки внедрения обновления содержания в школе, определить механизмы осуществления поддержки коллектива школы, это как раз-таки цель обучения, уровни мыслительных навыков указаны, также критерии. И далее прописаны дискрипторы более мелко, например, определить функции учителя третьего уровня, чем он должен заниматься в школе и что он конкретно делает, и как, в общем-то, его отслеживать, да, определить функции учителя второго уровня и так далее. И дальше прилагаются вот такие вот дневники, уже выстроены через коучинговые инструменты, где прописывается, например, на шкале отобразите, насколько вы сегодня, как руководитель школы, готовы внедрять обновление содержания среднего образования в своей, да, конкретно школе. Да, он себя отмечает по шкале, далее он определяет функции учителей, которые присутствуют в школе, и здесь вот следующий вопрос, его не видно, но там, а как его мотивировать, этого учителя, потому что все вот эти кандидатуры, которые были обозначены, то есть учителя, которых мы обучаем, в основном они не получают никакой доплаты, и, естественно, их нужно как-то мотивировать, как-то поддерживать, и если это будет делать руководитель школы, то это будет замечательно. Далее предлагаются такие вопросы, например, а что бы вы хотели, чтобы было в школе, как если бы это было на десятку, да, а затем, а зачем мне это, а зачем мне это, то есть несколько раз повторяется, зачем мне это, как бы цепочка идет, да, для того, чтобы понять те внутренние потребности, для чего, в общем-то, руководитель школы организует вот эти вот процессы повышения квалификации, каких людей он отправляет на курсы, как он собирается далее выстраивать с ними взаимоотношения. Здесь также присутствуют вопросы такого рода, как, например, с какими препятствиями вы можете столкнуться, как эти препятствия вы будете преодолевать, и в конце концов, к концу дня, да, у нас, потому что курсы повышения квалификации руководителей длятся в течение дня, наталкиваешь их на размышления о том, а какие мероприятия я уже, как руководитель школы, могу сегодня начать делать, что я уже сегодня могу сделать, как я могу это выстроить, как я могу понять, что у меня уже эти преобразования имеют место быть. Ну, вот такие вот дневники самокоучинга я опробировала с руководителями школ и встраивала их в сами курсы повышения квалификации. Конечно, скажу честно, вот если вернуться вот здесь вот на слайд, да, и здесь вот я указываю, что курсы все-таки для руководителей школ должны быть не менее двух недель. Почему я об этом говорю? У нас курсы сейчас по обновлению содержания для руководителей недельные, и когда ты используешь, в общем-то, дневник самокоучинга, это достаточно, ну, как мне показалось, я достаточно рисковала, потому что вывести директора школы на новый уровень осознанности, на новый уровень компетентности достаточно сложно за неделю, потому что, согласитесь, я не секрет, что директора школы, они сейчас, в общем-то, такие хозяйственники, да, они занимаются больше хозяйственной частью школы, и методологически становится оно несколько слабым. И, конечно, для того, чтобы понять и вывести их на новый уровень компетентности, наверное, курсы более двух недель, если мы используем в них самокоучинга. К тому же, это уже как рекомендация, наверное, идет, если организовывать курсы повышения квалификации для руководителей школ, то люди, которые осуществляют данные тренинги, в частности, я говорю сейчас о себе, они должны быть специально подготовленные люди. Я имею в виду, что они должны не только владеть, в общем-то, коучинговым подходом и уметь выстраивать, уметь формулировать продвигающие вопросы, чтобы способствовать продвижению руководителя школы, но они также должны владеть методологией планирования тренингов, учитывать энергию группы, которая у вас, в общем-то, сейчас находится, да, выстраивать взаимоотношения с руководителями выиграл-выиграл. И это очень важно, потому что сама на собственном опыте могу сказать, что директоры школы, они все лидеры. И для того, чтобы их вывести даже на эти дневники самокоучинга, необходимо выстраивать, знаете, такие взаимоотношения безоценности, понимания и принятия их такими, какие они есть. Еще бы хотелось несколько слов сказать о преемственности. Что я имею здесь в виду? Я имею в виду, что если мы выстраиваем и встраиваем такие дневники самокоучинга в курсы повышения квалификации для руководителей, то, конечно, наверное, еще необходимо и встроить такие дневники в курсы повышения квалификации учителей, потому что учителя тоже должны выйти на новый уровень осознанности. Часто и зачастую они не понимают, для чего они проходят курсы повышения квалификации. Им очень сложно представить, как это применить и как это одеть сегодня в своем классе. те же, например, критерии или использование дескрипторов, что уходит сейчас в формативное оценивание, они испытывают некие трудности и сопротивление. И, наверное, очень важно будет, если это будет, в общем-то, сквозить, так сказать, эти дневники и руководителей, и учителей школы, и учащихся. Что я имею в виду учащихся? Дело в том, что когда учителя видят примеры таких дневников самокоучинга, они могут их также использовать для учащихся, которые пишут, например, исследовательские проекты, или они участвуют в каких-то олимпиадах, так как это будет таким неким инструментом, который будет подстегивать, в общем-то, учащегося и выстраивать свою траекторию, такую движение в проекте, в исследованиях. Ну, вот здесь вот я также указывала, что курсы повышения квалификации, но, к примеру, у меня в этом году тоже были курсы повышения квалификации учителей английского языка, куда я тоже попробовала встроить такой дневник самокоучинга. Здесь вы сейчас видите, в чем суть всего курса. Он направлен, естественно, на внедрение формативного оценивания, также развития языковых навыков, таких как слушание, аудирование, классрум-менеджмент, да, и это планирование урока уже в новом формате. На этом основаны курсы повышения для учителей английского языка. И, конечно, к ним, как вот я и говорила, и сейчас привожу пример дневника, самокоучинга также выстроена, сначала состоит из двух частей, да, это тема дня, цели обучения, критерии, дескрипторы, а также сам дневник, который помогает учителю понять, а где я нахожусь сегодня в рамках данной цели обучения, а что мне необходимо сделать, почему я сегодня себя ощущаю именно, на, допустим, там, на тройке или на четверке, и таким образом они заполняют данный дневник в процессе прохождения курсов. Многие учителя говорили о том, что они, и, как правило, почему я говорила, что курсы должны быть более чем одна неделя, то есть там на второй, на третьей неделе они обращались ко мне и говорили, что, Юля, теперь мы понимаем, зачем мы используем это. Оказывается, даже листая дневник, можно понять, во-первых, какая была уже усвоена, там, допустим, тематика, да, какие цели обучения уже были усвоены, и вы наталкиваете нас на такие мысли о том, а как мы можем отменить у себя в школе, а что мы можем поменять, а как тот или иной инструмент можно будет вести, допустим, на уроке русского языка или на уроке математики тот же самый инструмент. Ну, вот я сейчас озвучиваю из обратной связи учителей, и, конечно, каждый день дневник заканчивается тем, что учителя прописывают свои первые шаги, которые они готовы уже сегодня, сейчас предпринять для того, чтобы внедрить то, что было только что пройдено в течение дня. И это помогает им задуматься о том и помочь, наверное, как то, что сейчас дается, вот эти новые преобразования, все-таки можно реализовать, чтобы когда уже прийти в школу, не вернуться к тому, с чем они пришли, а уже попытаться внедрить то новое, которое было взято на курсах. Ну, в общем-то, вот это то, чем я хотела поделиться, да, я чуть раньше заканчиваю, мои размышления на перспективу, я уже задумывалась о том, что и сейчас, кстати, после выступления Ирины, где она говорила о дневнике эмоций, сейчас у меня уже появились такие мысли, почему бы не встроить еще и такой дневник эмоций в течение обучения на курсах, потому что учителя очень часто курсы встречают с неким таким отторжением, и, возможно, они испытывают различные эмоции, когда они проходят данные курсы, поэтому, возможно, такой дневник можно было бы еще, я имею в виду дневник эмоций, можно было бы еще и встроить в этот дневник самокоучинга, чтобы учителю еще и задумываться о тех эмоциях, которые он несет, даже будучи, находясь на курсах. Ну, сейчас, в общем-то, я бы хотела обратиться к вам, поделиться тем, что было ценным для вас, вот, получить некую обратную связь от вас. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, и я готова на них ответить. Вопросов нет, да? Да, Гульнара, мы как бы, это моя коллега, мы как бы делились, я делилась вот этим дневником самокоучинга, и, конечно, он помогает в плане саморития и выстраивания, наверное, своей собственной траектории и развития учителя, и является очень полезным. Да, система повышения квалификации у нас очень интересно устроена. У нас сейчас в школах есть огромное количество людей, которые являются, осуществляют внедрение, обновление содержания образования. Спасибо, Мария. Да, согласна Гульнара, поэтому я и говорила, о том, что, почему возникла, да, эта идея, потому что очень часто учителя приходят с курсов повышения квалификации, и они не влияются к тому, что было взято на этот курс. Дневник самокоучинга, он может помочь, перелистать, посмотреть и задуматься еще раз о том, как я могу поменять то, что я делаю сегодня, и сделать моего ученика более успешным. Все, что мы делаем в образовании, мы делаем это и ориентируем это только на то, чтобы наш фиг был успешен. Да, я согласна. Я согласна Александру, что на это будет готов не каждый учитель. Совершенно верно. И когда у меня были, в том числе, и курсы английского языка, да, которые я приводила примеры, были учителя, которые не понимали вообще, что они делают, и зачем им задают эти вопросы. Но я думаю, что это связано как раз-таки с тем уровнем компетентности, в котором находится учитель на сегодняшний день, когда он пришел на курсы. И именно поэтому я и озвучивала, что курсы повышения квалификации, они должны быть более чем неделя, потому что недели недостаточно для учителя понять, для руководителя школы, зачем я это делаю, и для чего мне это. Я абсолютно согласна, что оторжение, оно было, оно есть, и наверняка оно будет. И я даже такую метафору использую, что учителя, которые не находятся на том уровне компетентности, который необходим для дневника самокоучинга, они считают, в общем-то, как грибочки из корзины. Ну, такую метафору я часто использую. Я вот, знаете, здесь не вижу, я бы передала слово следующему спикеру, но просто я не знаю, кто следующий спикер у меня здесь не отображается. Вот я участвовала в подобном курсе на третий день. Нас осталось меньше половины, учителя просто уходили. Александра, а вы имеете в виду, вы из Казахстана? Или вы просто, просто мне надо уточнить? А, нет, в России, да? Но у вас уже были подобные вещи. Да, я согласна, что учителя могут уйти. Но дело в том, что если говорить конкретно про Казахстан, то сейчас они этого не могут у нас сделать, потому что у нас курсы повышения квалификации, они как бы, ну, как сказать, если их уже отправил отдел образования, то они обязаны присутствовать на курсах. Другое дело, что я как тренер ощущаю, что они выпадают и они не в теме. А вот здесь Кумус пишет, да, что у нас в Казахстане на такие курсы очередь из учителей, желающих обучиться. Ну да, здесь очень, как бы, сложно говорить, но я с Александрой также соглашусь, что это должен быть определенный уровень компетентности. И это те риски, те страхи, которые у меня были, когда, в общем-то, я решила использовать данный дневник. Да, у нас в Казахстане, я начала презентацию с этого, что мы уже пять лет находимся в коучинге, и мы его активно используем, и уже, в общем-то, дошли до того, что начали разрабатывать дневники сама коучинга, которые действительно рассчитаны на более высокий уровень, наверное, мышления учителя и его подготовки. Возможно, это с этим тоже связано. Еще бы хотелось, конечно, завершая свою презентацию, сказать огромное спасибо организаторам данной конференции, возможностью делиться своими разработками, возможностью видеть то, что делают коллеги с ближайших стран. Это очень интересно.